Дорогие друзья, я Майк Сусан. Хорошие наушники. Они должны быть действительно хорошими. Проследите за этим. Во-вторых, мы не записываем на ноутбук ничего. У него действительно слабая звуковая карта. В процессе создания музыки она не участвует, только как контрольный монитор, взгляд со стороны. В качестве микрофона мы используем профессиональный цифровой диктофон. Очень важно, чтобы он был высокого качества. Сегодня выпускается много таких диктофонов. Они имеют великолепные конденсаторные стереомикрофоны, обеспечивающие студийное качество записи. Познакомьтесь с их частотными полярными и шумовыми характеристиками. Если у вас есть небольшая кладовка с минимумом шумов и гулкости, записывать лучше в ней. Чтобы погасить нежелательные резонансы, в кладовке следует развесить побольше одеял, полотенец, свитеров, курток, подушек. Можно обойтись и без кладовки, если у вас достаточно тихо в доме. Песню, конечно, можно записывать сразу с гитарой в руках. Но я советую голос писать отдельно. Это даст возможность обрабатывать вокал. Например, подправлять фальшивые ноты. Итак, сначала записываем гитарный аккомпанемент. Я советую исполнять черновую простую понятную партию гитары, которая не будет звучать в песне. Закрепите диктофон на фотоштативе так, чтобы микрофоны были направлены на гитару. Лучшим местом, куда надо направить микрофоны, на мой взгляд, находится в районе соединения грифа и деки гитары. Впрочем, пробуйте. Настройте формат записи. Это должен быть WAV-файл с высоким качеством. Например, 96 кГц 24 бита. Порепетируйте, чтобы настроить уровень записи. Перегрузок быть не должно категорически. Запишите черновую партию гитары. Выключаем диктофон. Извлекаем из него SD-карту и вставляем в ноутбук. Переписываем сделанную запись. В звуковом редакторе, например, SoundForge Pro 10, редактируем запись. Запускаем программу. Загружаем в нее сделанную запись. Нормализуем уровень каждого канала до максимального значения. Можно удалить ненужное начало. Если вы мало знакомы с редактированием звука, смотрите мой ролик обработка вокала, минимум для нетерпеливых. Сохраняем черновой аккомпанемент в формате mp3. Присваиваем имя. Загружаем файл в mp3 player. Затем, под этот аккомпанемент пишем голос. Возвращаем SD-карту в диктофон. Для подавления шумов от взрывных согласных, например, P, B, пользуйтесь поп-фильтром, или расположите диктофон сбоку, предварительно надев ветрозащиту. Помните, чем ближе микрофоны, тем меньше влияние плохой акустики помещения, но тем выше вероятность задувания от взрывных согласных. Записанную черновую гитару воспроизводим с mp3 player через микронаушники, а живой звук контролируем с диктофона на больших наушниках, которые надеваем поверх микронаушников. Или наоборот. Можно поступить проще. Записанную гитару слушать только одним ухом и большие наушники не надевать. Включайте записи, пойте. Моя жена любезно согласилась поучаствовать в этом ролике, не являясь профессиональной певицей и не обладая музыкальной грамотой. Переносим запись в ноутбук и редактируем. Выравниваем стереоканалы по уровню. Удаляем начало. Для устранения возможного щелчка смягчим появление звука. Аналогично удаляем конец и смягчим прекращение звучания. При желании можно удалить шум дыхания между музыкальными фразами. Выделяем этот фрагмент и обнуляем уровень. Смягчим вход во фрагмент и выход из него. Но мы не будем лишать исполнителя естественного дыхания. Сохраняем файл в формате ВАВ с высоким качеством. 96 кГц 24 бита. Аналогично под этот же черновой аккомпанемент записываем уже чистовую гитару со всеми сложными деталями и мелочами. Для записи дополнительных партий гитары, флейты, губной гармошки, перкуссии и так далее, рекомендую сделать совмещенную фонограмму гитары с голосом. Такой аккомпанемент позволит избежать ошибок неудачных совпадений дополнительных партий с важными местами в пении. Чтобы не потерять сделанные записи мы их копируем и эти копии загружаем в редактор. Голос записан с частотой дискретизации 96 кГц. Поэтому для совместимости с гитарой переразмеряем вокал на такую же частоту 44,1 кГц. Копируем и вставляем наложением на партию черновой гитары. Синяя зона, накладываем и вокал. Совмещаем голос с гитарой. Ла-и-ла-ла-а. Регулируем уровень вокала и гитары. Ла-и-ла-ла-а. Добиваемся отсутствия перегрузки. Нажимаем ОК и слушаем результат. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Сохраняем. Черновая фонограмма с голосом готова. Теперь копии можно удалить. Черновую фонограмму с голосом переписываем в MP3 Player. Под ее аккомпанемент дополнительный и последовательно записываем партии флейты, губной гармошки, перкуссии и т.д. Я предпочитаю использовать высококачественные виртуальные инструменты, поэтому записываю только вокал. Полученные записи переносим в ноутбук и аналогично вокал учистим в звуковом редакторе. Поскольку я использую виртуальные инструменты, мне важно знать темп произведения, т.е. количество ударов метронома в минуту. Несложный расчет показывает, что это приблизительно 200 ударов. Окончательное сведение делаем в программе Cubase. Кто не знаком с этой программой, смотрите мой урок для уважаемых чайников. Урок учит работать в программах Cubase и Contact. Обе пятые версии. Программы не новые, но на обычном ноутбуке работают очень устойчиво. Старый конь борозды не испортит. Урок очень простой. Ничего лишнего, только самое необходимое за полчаса. Открываем программу. Новый проект. Empty. По умолчанию. Устанавливаем темп 200 ударов. Размер 3 четверти. Загружаем файл чистовой гитары. Я загружаю черновую, поскольку вместо чистовой гитары я запишу виртуальную. Выравниваем по ритмической сетке. Это для тех, кто будет использовать виртуальные инструменты, как это делаю я. Загружаем вокал. Треки можно поменять местами. Совмещаем голос с аккомпанементом. Я удаляю свое сомнительное исполнение и заменяю его на партию виртуальной гитары. Вот как она выглядит. Партия записывалась мышкой. Включаем гитару соло и обработаем звучание. Но прежде поговорим о розовом шуме. Розовый шум это звуки природы. Это шорохи травы, шелест листвы, плеск воды. Если спектры вокала или инструментов приближать к розовому шуму, звучание становится лучше, чище, прозрачнее. С этой задачей справляется программа Изотоп Озон 7. Подключаем эквалайзер этой программы к гитаре. Включаем пригонку спектров. Выбираем розовый шум. Запускаем анализатор спектра гитары. Спектр определился. Голубая линия показывает степень воздействия на спектр гитары для приближения его к спектру розового шума. Характер этого воздействия можно менять. Послушаем результат. Украсим гитару реверберацией. Я предпочитаю румворк. Задержка 10. Время реверберации 3,5. Диффузия 100. Фильтры затухания 1000 и 11000. Ограничители по 100. Величина подмешивания эффекта 7. Эфишен Си 0. Включаем соло на голос и обработаем вокал. Аналогично включаем эквалайзер программы Озон 7. Включаем пригонку спектров. Выбираем розовый шум. Запускаем анализатор спектра вокала. Спектр определился. Настраиваем воздействие. Слушаем результат. Подключаем реверберацию. Все установки я подобрал заранее. Ваши установки могут отличаться согласно вашим предпочтениям. Пробуйте. Задержка 65. Время реверберации 4. Диффузия 100. Фильтры затухания 1000 и 11000. Ограничители по 100. Величина подмешивания эффекта 7. Эфишен Си 0. Для придания полетности добавим стереозадержку. Задержки несинхронные. 222 и 233. Затухание по 10. Подмешивание по 7. Периодически останавливаем пение, чтобы оценить эффект. Прибавим еще полетности, добавив пинг-понг задержку. Задержка несинхронная. 245. Затухание 16. Подмешивание 7 и 5. Послушаем только пинг-понг. Теперь вместе со стереозадержкой. И все эффекты. Слушаем результат. Для романтики мне не хватило еще одного инструмента. Я выбрал виртуальную виолончель. Вот как она выглядит. Партия виолончели тоже написана мышкой. Включаем соло. И обработаем звучание. Включаем эквалайзер программы Озон 7. Включаем пригонку спектров. Выбираем розовый шум. Запускаем анализатор спектра виолончели. Спектр определился. Настраиваем воздействие. Подключаем реверберацию. Время реверберации 4. Фильтры затухания 1000 и 11000. Величина подмешивания эффекта 10. Эффишен Си 0. Послушаем результат. Микшером уточняем баланс. Следим за отсутствием перегрузок. Если есть сомнения в точности интонирования нот, подправим эти неточности. Двойным щелчком открываем редактор аудиар. Выбираем вариаудиар. Анализатор определил спектр и ноты. Теперь можем их корректировать. При этом появляется подсказка в виде фортепианной клавиатуры и название ноты. Некоторые звуки не определились. Мы их не трогаем. Окончательную работу экспортируем звуковой файл. Выставляем локатор с запасом на затухание всех эффектов. Файл. Экспорт. Аудио миксдаун. Называем файл. Указываем место сохранения. Выбираем формат WAV. Частоту квантования и ее глубину. Экспортируем. Обработаем результат в звуковом редакторе. Загружаем файл. Отрезаем лишние окончания. Сводим на ноль все затухания. Добавляем в начало секундную паузу. Смягчим начало звука. Нормализуем уровень до 100%. И сохраняем в высоком качестве. При желании создаем видеоряд. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, если понравилось. Я постараюсь быть полезным. До следующих встреч. С вами был Майк Сусан. Спасибо за внимание. Продолжение следует...